Привет, с вами Стас Давыдов и лучшие моменты недели в программе Тандер Шоу. Сегодня вас ждут пробивная сила из 2, находчивый зенитчик, невероятно везучий маус и два эпизода для книги рекордов ядерного оружия. Да, я знаю, что такое не существует, тем не менее, поехали! Вот он, тот долгожданный момент, когда можно одним выстрелом поразить 2 цели, надо только немного выдержки и хладнокровия. Вот, сейчас 2 салф станут одна за другой, выстрел и... подождите, это тройной удар? Хм, именно! 122-мм снаряд насквозь прошил 2 зенитки, а следом продырявил и спрятавшийся за ними танк. Это уже джекпот на 5000 орлов. Следующий герой Бочи заставляет вспомнить о Давиде и Голиафе. Он встретился с КВ-2, абсолютно неуязвимым для его зенитных орудий. Едва успел спрятаться за валун, но что делать дальше? В этот момент КВ-2 выезжает на мост. Несколько точных выстрелов и многотонное чудовище кувырком летит в воду. Теперь парой очередей можно вскрыть его слабо защищенное брюхо и... есть враг. История о поршневых самолетах, которые неожиданно подставляются под танковые снаряды, уже вполне привычны. А как вам такой расклад? Игрок на Маусе бодается с Т-44 и, отстрелявшись из основного орудия, добавляет из вспомогательного, пока основное перезарядится. Раз, добавил. Недолет. Два. Что это? Миг-9? Случай один на миллион. Держи свое золото. А как думаете, за какое минимальное время можно настрелять на ядерную бомбу? Игрок Реникс выходит в бой на ПТ-76-57 и начинает экспресс отстрел бронетехники. Это больше похоже не на танковый бой, а на старый вестерн с бесконечными патронами в револьвере. На четвертой с половиной минуте танк наконец отправляется в ангар, но взамен из него вылетает бомбардировщик судного дня. Несите книгу рекордов. А Сессис вышка вписывает свое имя в книгу ядерных рекордов, управляя вертолетом. На легком БО-105. Он выпускает все в туры, возвращается на перезарядку, а потом продолжает свою безумную вакханалию. А потом еще раз и еще. Когда его наконец сбивают, 17 единиц вражеской бронетехники уже горят ярким пламенем. И кому позвольте узнать, он тут несет атомную бомбу. Все машины противника уже и так в ангаре. Приз за лучшую работу на Life for Thunder на этот раз забирает автор под ником SwissFox. Это не камуфляж, не модель техники, не карта, а детально воссозданный противоатомный ангарный комплекс. Эдакий ангар в ангаре. Чувствуете мощь сооружения? Вот то-то же. Кстати, а много ли среди зрителей этого видео мододелов, создающих контент для War Thunder? Расскажите о своем опыте в комментариях. Что получается, что не получается, какие есть проблемы. Буду ждать ваших комментов и, конечно же, новых эпических моментов для Thunder Show. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!